Это Gigabyte Z490M. Эту материнку мы брали моему знакомому в середине двадцатого года на вырост. Ну что ж, двадцать пятый вырост пришел, а с ним и проблемы. Да, на момент покупки я крайне мало понимал в ПК, но я сейчас постоянно совершаю ошибки. А тогда, уфф. Собственно и покупалась материнка, скорее всего потому что, нет, ну это же Z чипсет. Плюс, ну ты просто посмотри на эту плату, ну разве может она быть плохой? И так оно и было, никаких вопросов. Плата работала отлично. Правда на i5-10400F. Да, тогда мы взяли усредненный вариант. Более того, как оказалось, до середины двадцать четвертого года, пока не поменяли оперативку, флажки памяти работали на две четыреста МГц. Идеально, просто лучшая реализация Z материнки. В двадцать четвертом году уже надо было апгрейдиться. И да, при наличии двух и более поколений сокетов обновляйтесь на них. Но мы пошли по иному пути. Ryzen 7500F это был бы отличный переход, производительная современная платформа с заделом на будущее. Однако выходило так, что обновиться до нее это полная замена всего основного, а значит минус 40 тысяч рублей по тем временам. С другой стороны, переход на 11700 или 11900 даже в маркетплейсах в определенный момент стоил 18-20 тысяч рублей. Да, потребуется только замена процесса и установка более качественного охлаждения. И то с охлаждением можно подождать, просто снизив лимиты. Ведь у нас полноценное Z490, думал я тогда. Да и докупать новое охлаждение пришлось бы и сразу, ведь никто не хранит коробки от кулеров, особенно при переезде. Мы тупо бы не смогли поставить уже имеющийся на иной сокет. Взяли 11900K. Пол дня попыток настроить процесс через дискорд привели к одному результату. Зона VRM неприлично нагружается и процессор работает на заниженных частотах. И мы тупо заменили материнку. Да, это крайне тупо с учетом всех разговоров об экономии, но это был единственный вариант приехать к человеку и 100% решить эту проблему. Взяли ASUS Z590P с Avita. И с ней все отлично и без проблем заработало. Так что да, сейчас мы приступаем к основной части видео, пытаться смотреть, что же делать с этой платой. Для эксперимента взял 11600K. Да, не восьмиядерник, но вполне себе подходит для проверки нагрузки на VRM. Итак, мы будем чинить температуру. Уменьшить нагрев MOSFET'ов будет очень важно. На плате всего 4 зоны питания под процессор. И хоть в каждой фазе используются по две элементные пары, но это скорее служит для стабилизации, выдаваемого напряжения. И для небольшого уменьшения температур. Но никак не для увеличения пропускной способности каждой фазы. Из двух MOSFET'ов верхнего и нижнего плеча слабее 4C10N. По ТТХ он может работать максимум на 46 А, что вполне достаточно с четырьмя фазами для многих процессоров. Однако есть нюанс, это работа в идеальных условиях при 25 градусах. При нагреве же возможности заметно проседают. И на 80 градусах мы имеем максимальный ток 36 А. Что уже снижает наши возможности. Поэтому, чем меньше мы получим температуру, тем больше мы сможем дать для работы процессора. Первым делом, прочистили плату от лишней пыли, кой накопилось определенное количество. Дальше, проверка нагрузки. Я взял щадящие примерно 165 Вт, страстостоида со всеми галочками на процессор, плюс память. И время, за которое датчик на VRM проходит в отметку 71 градус. ХЗ почему не 70, не допытывайтесь, сам не знаем. Само собой, показания на датчике не гарантируют, аналогичный результат на самом Дормосе. И обычно эти значения могут отличаться в плюс 10 градусов. Тесты я проводил в разное время и в разном месте. Так что я смотрел изменения от предыдущего состояния, которые делают перед следующим изменением в тот же день. Также стоит отметить, что тесты проводились с открытой крышкой. Закрытый мы будем уже тестировать финальный результат. В качестве корпуса у нас простенький, но хорошо продуваемый Cooler Master Q300L. Для начала было бы интересно проверить эффективность установленных вентиляторов около зоны VRM. Изначально у человека не было поставленной вертушки в задней части, но так как корпус был старый, часть работы делал блок питания, который располагается сверху. Вместо него у нас будет Noctua NFA 14 на 140 мм с 800 оборотами в минуту. Сбоку уже установил 120 мм А12 с 1800 оборотами. Оба были установлены на выдав с максимальной скоростью. Тестировал как с полностью выключенными вентиляторами, так и с различными вариациями. Само собой установка обоих вентиляторов в сравнении с их полным отсутствием, заметно снизили время прогрева. Однако большую лепту внес именно вентилятор сверху, несмотря на небольшую скорость вращения. Дальше мне было интересно проверить варианты заглушек на задний вентилятор, ведь в теории поток должен будет концентрироваться в определенном месте именно у радиатора. Распечатал две версии. Первый с множеством ребер никак не изменил общую ситуацию, а вот второй монолитный, хоть и не сильно, но увеличил эффективность где-то на 5%. Погнали менять прокладки на радиаторах VRM. В качестве замены я взял Fihonda, в данном случае у нас был очень хороший показатель теплопроводности 15 Вт на метр Кельвин, однако брались они не из-за больших показателей, а из-за зарекомендованности и нормальной цены. Я не сервис, мне изгаляться с идеальным подгоном под размеры нет нужды, так что буду резать некрасиво, но главное без излишества, чтобы прижим был хороший, не создавая перегибов и повреждений на других компонентах. Кстати оригинальные прокладки оказались больше похожими на какую-то резину и особо не потеряли своего внешнего вида. Информация о толщине любезно взял как с самого сайта, так из самостоятельного замера оригинальных. Ну что могу сказать, вот такое изменение не может не радовать. Да, мы все еще добиваем до нашего виртуального потолка, но теперь это происходит почти в два раза медленнее. Если заморочиться конкретно, то можно сообразить жидкостное охлаждение на зону VRM. Но все мы понимаем, что это будет дичайший оверпрайс и без сомнения я бы вписался в эту тему, будь я хоть немножко и заинтересован в теме кастомных водянок. Однако я нашел другое решение. Радиаторы на заднюю сторону. Так как мосфеты плотно прилегают к самой материнке, то текстолит также является частью системы их охлаждения. Данное решение не является сверхдорогим, в моем случае 520 рублей плюс доставка почтой. Однако мне пришлось подождать, пока разработают и изготовят вариант под мою материнку, так как ее на момент заказа не было на сайте. Но круто, что такое есть. Ребятам из Recold респект. Тема все же нишевая и обычно тут цены любят устремляться куда-то ввысь. А тут мало того, что штучное изготовление, так и затраты на создание конкретной модели. Я получил единую пластину, в комплекте с которой шли два варианта крепления. Что хорошо, так как у основного радиатора они установлены на резьбу, а в радиаторе поменьше используются клипсы. В инструкции по установке была указана толщина термопрокладок в 2,5 мм. На всякий случай перепроверяем. Взял большой лист 100 на 100 мм. Пытаться вырезать единым слоем тут нет необходимости, но я решил заюзать пространство плюс-минус максимально. В определенных местах у пластины есть специальные отверстия под сильно выступающие элементы пайки у материнки. В этих же местах я проделал на термопрокладках дырки. Да, все верно, если у пластины это отверстие, то вот этот ужас называться аналогично явно не может. Спустя некоторое время все было установлено и возвращено на законное место в корпус. Итог, мягко говоря, впечатлил. Мы не только сильно уменьшили время набора температур, мы его вообще теперь не достигаем, а значит можем экспериментировать с возможностью разгона. Изначально материнка включает ограничение 160 ампер. Однако если посмотреть значения на тестах, то они никогда не будут достигать этих величин, но при этом ограничивать потребление процессора. В этом примере максимальная частота установлена на 4,7 гигагерца по всем ядрам с андервольтом на 100 милливольт. Лимиты по ваттам сняты, а значения на процессоре далеки до 160 ампер. Однако мы видим, стоит только установить значения больше, как мы получаем улучшенное состояние. Частоты приходят в норму и потребление в целом хоть и не сильно, но увеличивается. Скорее всего это ограничение для всего VRM, а не только для процессорной части. Поэтому в дальнейшем я буду ставить лимиты выше. По дефолтам настройка МКамень берет 4,6 гигагерца по всем ядрам. И это предел можно увеличить, но главное понимать, что возможности нашего VRM выросли, но не стали ультимативными. На длинных прогонах с хорошей нагрузкой на CPU даже в некоторых играх видно, что все равно постепенно температура становится хоть и не критичной, но заметно высокой. В биосе я снял большую часть ограничений, а вот настраивать частоты и вольтаж уже буду из-под винды через профильный софт XTU. Да, подход не совсем профессиональный, но при попытке задавать все значения через биос я сталкивался с непонятной работой, при которой максимальная производительность частично падала. Как минимум я получал некорректные значения в различных бенчах. Да и подстраивать аккуратно частоты и сдвиг вольтажа все же удобнее уже на работающей системе. По крайней мере можно увидеть изменения в динамике. Также переходим от условного страстеста АИДА в игры, так как целевая задача все равно стоит на них. Тестировать будем в киберпанке на кольце смерти. Видеокарта RTX 4070 Ti, настройки средние, длсс качество, но с минимальным значением плотности толпы. Показатели в целом не сильно хорошие, 70-80 фпс с проседаниями до 60. Да, с увеличением плотности толпы эти значения еще уменьшатся, так что я не стал выставлять значения выше этого параметра. Повышение частот до 4.9 гигагерц особо не влияет на средний фпс, лишь слегка его увеличиваем. Повысить значение еще чуть-чуть помогло изменения тайминга TRFC у оперативки, снизив с 880 по дефолту до 600. В таком случае мы получили плюс еще 5 средних кадров. Тут мне подумалось, а что если поставить другую оперативку. Изначально я тестировал на XPG GAMMX D10 из моего видео про мутантов. Установив комплект из основного ПК в лице G-Skill RipJazz на 3600 Цель 16, я получил средние 100 фпс на XMP профиле с обновленным значением TRFC. Сначала я подумал, что ситуация из-за большей частоты и специально уменьшил ее до 3200. И все равно получил те же результаты. Я попробовал подогнать значение по первичным, вторичным и даже третичным таймингам у комплекта XPG к значениям G-Skill, но все равно не получил аналогичного результата. Главной разницей было то, что значение CMD на XPG никак не хотел устанавливаться в значение единицы. И я немного позволю себе схалтурить и не усугубляться в решении этого вопроса, так как основная тема видео не в этом. Но главное было показать, что оперативка имеет очень сильное значение. Да, также отмечу, что мой основной кит был на 32 гига, а XPG на 16, но так как до упора в максимум было далеко, я сомневаюсь, что проблема именно в этом. Что еще можно добавить? Ну да, кольцо смерти не то чтобы показывает приличный результат, но в целом по игре это сложное место. Так что в отдельных локациях мы будем получать картинку куда как лучше и в целом по игре значение будет выше. Пробежался в The Last of Us, потестил на тестовом полигоне PUBG. Везде в целом результаты с такой оперативкой мягко говоря средние. Тестировать другие игры не особо вижу смысла, тут все зависит от конкретики. Отмечу лишь, что современные игры все больше и больше будут делать из 11600K узкое горлышко. Можно ли сюда поставить 11700 или 11900? Да, но все равно сильно ограничив потребление частоты. Хотя, как мне кажется, на 8 ядрах с меньшей частотой многие игры в любом случае работали бы лучше, чем 6 ядер на большие. Еще хочется отметить охлаждение. Дипкуловский AG500 из моих прошлых роликов все также используется и показал себя очень хорошо. В случае с 11600 он справлялся с отведением 200 ватт. Дефолтный же охлад, что стоял до этого, Gamax 400 фиг знает какой версии. Логично, что оказался хуже, но все еще достоин. Правда я поменял ему вертушку на завалявшийся у меня Dcooling AF125K, который дает лучший максимальный поток, но в основном из-за увеличенных оборотов. В таком случае башня уже не может отвести 200 ватт, но 170 уверена. Что по итогу, плохая ли это материнка? Да знаете, с материнкой в целом все ок. Понятно, что покупалась она от незнания и из-за цены. И вина ли эта гигабайт, что выпустили именно такую обрезанную Z490? Нет, я склонен винить больше Intel, которая до 500 серии чипсетов не давала работать на младших моделях с той же памятью. И вот вы, производитель, который хочет дать возможность по работе с памятью под стать процессором среднего сегмента, будь то обычный 1060 к примеру. В данном случае с рядом компромиссов вы можете дать это потребителю. Посмотрев на список Z490 материнок можно увидеть, что аналогичное делали и Asus, и MSI, и ASRock. В общем изначально я бомбанул на эту тему в своем телеграм канале, но вот сейчас, разобрав ситуацию в целом, я не столь категоричен. Ну а у нас вышел неплохой контент, как считаете? Надеюсь, прощаюсь ненадолго. Пока-пока.